Совещание, которое проходит по понедельникам в администрации с руководителями комитетов территориальных управлений и управляющих компаний, прошло сегодня в уже привычном видеоформате. В первую очередь, 20 июля Виктор Неволин озвучил тему, связанную с COVID-19. С отчетом о ситуации по округу выступил главный врач Раменской ЦРБ Игорь Халястов. По его словам, в настоящее время в госпитале находится 44 человека. Вместе с тем мы в сутки берем порядка 55-60 мазочков на ПЦР, на COVID. Безусловно, это меньше в 4 раза, чем мы брали в пик пандемии. Но мы увеличили количество ИФА, то есть кровь на иммуноглобулины, состояние иммунитета, МГГ. Также в Раменской ЦРБ и поликлиники возобновили прием населения. В связи с этим глава округа поставил задачу. Прошу вас уделить особое внимание к качеству услуги и тем очередям, которые возможно выстраиваются за ее получение. Были подведены итоги событиям недели прошедшей. Так, 19 июля в Осеченках состоялось освящение храма. На мероприятие приехал митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий. Был награжден настоятель храма, отец Анатолий. Были награждены люди, которые принимали активное участие в его обновлении. Храм достаточно возрастной, но тем не менее, в него вдохнули вторую жизнь. Благодаря руководителю Андрею Александровичу мы провели эту встречу торжественно, уважительно. В минувшие дни прошла встреча с волонтерами, которые оказывали помощь во время самоизоляции населению. Молодых людей поблагодарили с бесценный вклад в жизни тех, кто нуждался в поддержке. А в Кжельском государственном университете на прошлой неделе вручили выпускникам дипломы в торжественной обстановке. Помимо этого, Виктор Неволин встретился с игроками футбольного клуба «Сатурн», после которой черно-синие одержали победу в контрольном матче над Рязанью 3-2. Я пообщался с футболистами, с тренером, настроил команды боевой. Я думаю, что было имя «Сатурна», конечно же, будет восстановлено. Ребята, у которых горят глаза и которые хотят показать результат, доказали это результатом матча. К значимым моментам в жизни округа относятся и госэкзамены. Некоторые предметы выпускниками уже сданы, но они еще не завершены полностью. На этой неделе мы сдаем иностранные языки, мы сдаем биологию и сдают ребята, которые каким-либо причинам основные дни не смогли сдать выборные предметы. Либо забублировались экзамены, либо по состоянию здоровья это не случилось. У нас уже достаточно хорошие результаты. На сегодняшний момент 23 стопарника. Мы радуемся успеху наших детей. Центр социального обеспечения населения продолжает работу по предварительной записи. До 27 июля этот точный режим такой сохранится. Потом уже будем, если будет каких-то изменений, мы обязательно об этом сообщим и на сайте, в средствах массовой информации. С 13 июля, как я докладывала, на прошлой оперативке у нас открылось наше подведомственное учреждение полустационарное, наш районский комплексный центр со всеми мероприятиями, которые необходимы по безопасному посещению этого учреждения. На совещании выступили закладами о проделанной и запланированной работе руководителей предприятий. Как всегда, основное внимание уделяется благоустройству, подготовке к отопительному сезону, ремонту дорог. Виктор Неволин подчеркнул, есть стоянки возле магазинов, которые бывают в неприглядном виде, и они не находятся в муниципальной собственности. Но и эти участки должны быть отремонтированы. В заключении глава округа отметил, что с понедельника он возобновит прием населения, а все заместители приступят к этой работе с августа месяца. Елена Цыганова, Сергей Григорьев, Сергей Дружинин для программы «Градские вести».